Всем привет! В этом видео я расскажу вам про Эррор Санса из Underverse. Этот скелет эксцентричный, весёлый и радостный, когда рядом никого нет, и застенчивый, когда рядом кто-то есть. В определённый момент может повести себя серьёзно и строго по отношению к остальным. Он не считает себя ни героем, ни злодеем. Эррор в переводе с английского означает «ошибка», поэтому этот Санс глючит, и вокруг него летают надписи об ошибке. Он выглядит как классический Санс, но только цвет его костей чёрные и красные. Сначала он носил чёрную кофту, но во время событий Underverse он начал носить чёрную мантию с красным шарфом, а вместо чёрных домашних тапочек носить чёрные сланцы. Его зрачки в обоих глазницах разные. Правый зрачок намного меньше, у него близорукость и анизометропия. У него есть очки, но он ими редко пользуется. Также у него гаптофобия, боязнь прикосновений и объятий с другими. Он начинает теряться, когда речь заходит об обнимашках. Эррор Санс часто проводит время в антипустоте, там он следит за разными вселенными и играется с игрушечными Сансами. Из еды он обожает шоколадки из Enderfell. Иногда он приходит в альтернативные вселенные, чтобы поиграться с их историями и как-то повлиять на них. О предыстории Эррора почти ничего не известно. По его словам, он появился в пустоте и долго там обитал. Ему было там очень скучно, но вскоре он нашел способ выбраться оттуда. Эррор Санс считает, что нужно уничтожить альтернативные вселенные, пока не останется только одна. Персонажей Ау Эррор называет аномалиями и считает, что все они должны быть уничтожены. Несмотря на его ненависть к появлению Ау, у него есть любимая вселенная, Андерновелла. Он бы мог уничтожить эту вселенную, но не хочет, потому что ему нравится эта история. Эррор пытался уничтожить альтернативные вселенные самостоятельно, но его воспоминания о прошлом и его одиночество не давали ему сделать это. Тогда он начал искать Дуду в сферу, место от которого есть доступ ко всем альтернативным вселенным, но ему не давал это сделать Инг Санс. Так началась их война. Она продлилась до того момента, пока половина вселенных не была уничтожена собственными создателями. Это огорчило Эррора, так как он сам хотел их уничтожить. Но он предложил перемирие Инку, никакого создания и никакого разрушения. И затем начался Андерверс. Теперь поговорим о способностях Эррора. Как и оригинальный Санс, он может призывать кости, гастербластеры, а также телепортироваться. Только у него кости красного цвета, а гастербластеры черные и глюкнутые, как и он сам. Также Эррор может перемещаться самостоятельно между вселенными. Только если Инг Санс это делает через чернила, то Эррор Санс через глюки. Его основной атакой являются синие нити, которые он выпускает из рук. Ими он может ориентироваться в пространстве, захватывать чужую душу или просто жертву, чтобы использовать его способности. Хоть он и может создавать очень много нитей, они могут запросто порваться от любой атаки по ним. Еще Эррор может вызвать в себе очень сильные глюки. Это может произойти от неловкости, стыда или просто когда ему скучно. Вот такой вот персонаж. На данный момент он ищет Омега Таймлайн. Это место, где обитают персонажи из уничтоженных вселенных. Именно это место он собирается разрушить. Также некоторые считают, что еще существует Эррор Папирус и Эррор Андайн, но про них ничего не известно. А я заканчиваю на этом видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, о каком Сансе нужно сделать следующее видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok